Зато были причины вложения инвестиций в себя красивых. Те, кто знает, я оставляю зубы. Да, и у меня на два года продлилась эта ситуация. А как мне добрый вечер, мой любимый, который мне дал возможность за миллион рублей сделать полностью красивую локалипутскую улыбку? Поэтому мне не было долго. Светлана Анатольевна сказала три способа заработка феверлик. Я бы сказала доходы все-таки. И вот смотрите, мы настолько привыкли обычно в жизни. Мы что предлагаем? Три возможности. Пользоваться, зарабатывать и строить бизнес. И для людей это что-то абстрактное. Но я ни одного человека не знаю, которому нужны деньги. И они абсолютно разные. И сегодня мы поговорим о том... Там, где? Ну, где мы нажимаем? Сюда нажимайте или куда? На круг линику мы в серединке. А куда направляйтесь? Вот сюда. О, отличие. Давайте мы сегодня с вами поговорим о трех видах дохода. И сейчас как раз наступило то самое время, когда компания феверлик наконец-то смогла не просто состояться, вы же понимаете, мы давно состоялись. Но в связи с последними событиями очень много ситуаций было, когда очень многое нам не нравилось, не получалось, и было очень сложно. И то, что сейчас происходит в эрлип, в компании, это просто уникальные вещи. Это на самом деле, я не устаю удивляться, насколько она уникальна. Насколько она действительно такая мощная, сильная, и все возможные у нас есть возможности, так скажу, чтобы зарабатывать. Итак, первый вид дохода – это у нас просто продажи. Я вам показала просто несколько вариантов. 25 баллов – это 625 рублей. Я взяла в среднем 100 рублей за 1 балл, потому что сложно там рассчитать. 50 баллов – это 1750, 150 баллов – это 5250, 400 баллов – это лично, если на продажах. То это уже 14 тысяч, и 600 – это 22 тысяч. Значит, по сути, мы можем приглашать людей, которые не хотят строить бизнес. И таких много. Какие люди? Это, естественно, им нужны просто быстрые деньги. Вот, например, не хватает доходов, один из их. Когда я только начинала, мне не хватало доходов. Я нормальную историю расскажу, чтобы понятно было. У меня дети поступали в Судорское училище, а в Екатерина мне дали определенную сумму. Я приехала, естественно, я вечером кормила, продукты им покупала. Ну, до кормили было. Наступил такой момент, что мне муж еще не выслал денег, а деньги у меня закончились. Мне нужен атеровикус, мне нужно продеть что-то. И вот я, как будто чувствовав собой, взяла несколько флаконов в бурлик. Я тупо пошла с этими флаконами и тупо их продала. И у меня были деньги на дорогу. У меня были деньги, я зашла, поела суши-бар. Первые тогда попробовала. То есть это вот нужно предлагать тем людям, у которых сложности. Я вот настолько привыкла на хорошо жить, что мне все время казалось, что все так живут. Но вот недавно я столкнулась с такой ситуацией, я пришла к знакомой, и я как-то так выдохнула. Я думала, что так уже не живет никто. Что, ну, уже мир другой, время другое. А оказывается, живут. И они стесняются, они могут не сказать. Но если вы им скажете, что у них есть реальные возможности заработать элементарно на сосиски с своим детям, когда детям есть нечего, на овощи, на фрукты, на какие-то сладости, а я так зарабатывала, когда пришла. Это тем, кому не хватает дохода. От природы любят общение, потому что есть от природы люди, которые просто идут. Ну, фонелину у нас сажают. Она же просто идет, и все, и красота. Есть люди, которым нравится больше продавать. Так? Которые с удовольствием общаются. Для них это полное удовольствие. И таких людей очень много у нас. Но мы, возможно, их не нашли. Людмила Бугачева вам продавала, я никогда не забуду, как она однажды мне сказала. Я вот так вот схватила сумочкой, с каталожками. Мастер-классы сделала. Потом приехала домой, заказ оформила, принесла. Ну, и где-то 4,5 тысячи положила в карман прибыли. Да? Я тогда сказала, как так продавать? Я не понимаю. Но такие люди есть. И в наших командах могут такие люди быть. Которые будут удовольствие получать, еще и деньги. Хочешь научиться продавать? Не продавай. Есть такие люди, которые вроде бы любят общаться. Ну, им как-то было бы ему стрело. Ну, нехорошо. Ну, как я буду продавать? Вот таких людей нужно учить. Как это делается? Легко и здорово. Имеют другое место работы. Вот для таких людей, они на работе отдали, там привезли, пообщались, собрали заказы. У меня в структуре есть такой человек, Наталья Теунова. У него муж подвозят машинку, багажничек открыл, и клиентам заказы раздали. Потому что там много, там на руках не принесешь. И таких огромное множество. Сколько можно заработать, вы уже увидели. Второй вид дохода. Это дополнительный доход и хобби. Многие считают, что квалификация директора – это бизнес. На самом деле, это вот действительно такой непрофессиональный подход. Когда все кайф, когда туса, общение, сам процесс, все замечательно. Какие люди обычно сюда подходят? Это продают между делом. Они не любят продавать, чтобы вот так ходить. Им лучше вот пообщаться в другом месте. Любят организовывать. Вот этот организатор и супер. Они тогда свои структуры, свои команды организовывают в легкую. Получают удовольствие от процесса. Это вот как я была. Я прям любила и туда, и сюда, и везде. И пообщаться, и походить. Мне казалось, меня хлебом не корми, домой не хочу. Лишь бы с девочками потусить, раздать каталожки, еще что-нибудь сделать и многое другое. И мерить работу в другом месте. И вот как раз вот этот вид дохода подходит тем людям, которые хотят дополнительно заработать. Но не копейки, например, там 600 рублей, а именно уже основательный такой доход. Это от 5000 до 30. Вообще, конечно, звание директора там больше, но так же на структуру идет. Это личное потребление и продаж. Вы посещаете, проводят мероприятия, обычно все мероприятия посещают. Легкие, легко рекрутируют на холодных и на теплых контактах. Обычно в такой структуре 70-90% потребительская структура. Ну, обычно, чаще всего. И здесь вот как раз можно своих людей просто, те, которые не хотят рекрутировать, им просто предложить, предложать из своих друзей на маркетплейс. Потому что многие к нам приходят, особенно я вот дело в статистику проводила, именно сейчас многие воспринимают брейк как маркетплейс. Пришли, купили, им не нужен наставник, они не хотят ни с кем общаться. Для них важно заказали, удобно, оплотили, никаких проблем. Посмотрите, сколько распространилось маркетплейсов. В каждом доме, Азлон, Валберес, везде. Вот мы должны стать, как Азлон, Валберес, везде, и чтобы люди просто приходили. Но это для тех, кто хочет именно зарабатывать вот такой доход. Хотя это частичная занятость. Мастер-классы обычно проводят, клубы по интересам, обучение различное. Создает позитивный настрой в структуре и мотивирует. И чаще имеет свой пункт выдачи. Это вот вам просто слайды. Мы составляли варианты для тренинга, сколько при 200 баллах группового объема можно сделать, как 200 баллов. Ну это, привет, 50 баллов, 10, 7, 15, 50 баллов, 3, 5, 50. Я не буду все произносить, вы это снимите, я могу потом выслать. И как это, 1000, и ориентировочный доход на структуру. И вот директор, так, нет, стоп, назад. И вот еще один слайд, это такая директорская структура. То есть, по сути, директора сделать на раз-два. Я в свое время за три месяца сделала директора. Потому что хотела до безумия. Потому что уволилась с работы. Потому что перешла, нашла другую занятость. И за три месяца это сделала. По сути, это технически все просто. Ну вот смотрите сами. Лично объем 60 баллов, 196 новичков по 15 баллов. Маркет-плейсингов пригласить. Лично объем 50, 59 новичков, которые будут действительно хорошо потреблять. И немножечко продавать на 50 баллов. Лично объем 50, 120 новичков, которые на 25. Помните там, 25 заработок. Это же могут быть маленькие продавцы. Ну и третий вид дохода, это сетевая модель бизнеса. Здесь гораздо более серьезно. Почему? Потому что вы уже доходите до другого уровня. Здесь помимо того, чтобы вот тусеть. Там и процессы были. Здесь необходимо организовывать, управлять, руководить. Уже делать много совершенно другой работы. Это личное потребление чаще всего. И личный пример для своих консультантов. Вот я ВИП. Вот я ВИП, у меня 280 ВИПов. То есть я 280 периодов подряд, ни разу не падая, делал от скафалов и более. Личный пример всегда заразительный. Потому что если вы своим консультантам скажете, ну я делаю 50. А потом скажут, давай на ВИП. Он скажет, ну конечно, ну что, ну что, ну что, ну что, делаешь? А ты сколько делаешь? А я, а вот у меня есть как лидер, которая делает по 400, по 600, накайфует от этого. Рекрутирует бизнес-партнеров. То есть не просто рекрутинг на marketplace, а ищет поиск партнеров на три вида дохода, о которых я вам говорю. И каждому предлагает свой бизнес-партнеров. Организует процессы в структуре, управляет именно процессы. Процесс продаж, процесс рекрутинга, процесс обучения. Назначает там лидера, который может за это отвечать. Помогает данному лидеру, подсказывает, обучает, как это делает. Потому что драгоценный, драгоценный директор, у него настолько много, он много задачи, что ему нужно переложить что-то на своих лидеров. Чтобы лидеры так же, как он, смогли вырасти. Так, создает команду под процессы. И задача, об этом я уже сказала, формирует лидерский корпус, постоянно наращивает его. И развивается сам, развивает своих лидеров, постоянно развивается. Несмотря на то, что я никуда не ездила, я была в постоянном процессе развития. И изучала различные всякие тренинги, все, что нужно мне под мою задачу, моего бизнеса. Материрует, поощряет, создает вектор тяги. Потому что он сам должен стать вектором тяги. Это подходит людям, которым подходит, знаете, у тех, у кого масштаб мышления больше, которые не хотят просто баночками торговать, даже станут лучшими. Это высокая цель и амбиция. Понимает, как руководить и управлять. То есть есть опыт жизненный или хочет этому научиться. У него стратегическое мышление, когда начинаешь с партнером, ты ему только а, а он уже так, а я вот так могу, вот так, вот так. То есть вот бизнес-партнеры с стратегическим мышлением, они мыслят по-другому. Они уже видят на несколько шагов вперед, и таких нужно искать. И тогда у вас будут драгоценные директора. Постоянно развиваются еще раз и ищут бизнес под ключ. То есть или это второй или третий вид дохода, или, возможно, это будет один из и самый главный. То есть ищут что-то новое, случилась какая-то ситуация, ну, какая-то. Ну и здесь доход вообще колеблется от 30 тысяч до 10 миллионов. Вы сами знаете, из чего состоит доход. Объемная скидка 19 раз в год, я не стала описать, сколько вы можете это посмотреть в аркете плане. Бонус-быстрый старт, он один, а еще скоро будет удвоенный для кое-кого, и это нужно использовать. Бонусы квалификационные от 55 тысяч рублей, единовременные, до 50 миллионов. И кому нужно, можно показать вот этот путь. Бонус развития от бриллиантового директора плюс 30% ваш заход от бонусов директоров, которые они получат. И это вот, я считаю, что самая такая первая планочка, с которой начинается серьезный бизнес. До бриллиантов, да. Да, да, это кровотливый труд, это изучение многих технологий, многих методов, понимание, как себя должен вести сам лидер. Потому что здесь немножко другой лидер. Он другой, по-другому смотрит, по-другому ведет, по-другому действует. А с бриллианта это совершенно другой новый уровень. Директорские бонусы, то, что компания в прошлом году сделала под директоров проценты на каждом уровне, директора не получают, а только цены получают. Ну, нужно стать просто только ценным для того, чтобы это получать. И бонус стабильности два раза в год, ну, это такая премия дополнительная, которая на счастье. Вообще, могу так сказать, если бизнес работает только когда, когда вы им управляете. Как только вы взяли и сделали шаг назад, и отпустили вас своя сель, и началось. Сейчас наступило время, и я вот прям душой чувствую, что это время, знаете, как-то, помните, 16-17 год, какой-то такой вот взлет. Как будто на самолет сели, не на поезд, на самолет, и полетели. Вот, вот, я прям чувствую себя. И знаешь, не одна такая сейчас мы все чувствуем, это что время расти пришло. И если не сейчас, то когда? То есть сейчас каждый может вырасти, каждый может реально стартануть и взлететь на тот уровень, который для себя поставит целью. Такое чувство уже, наверное, секунду закончу. Главное, не бояться и попробовать. Вас никто не застрелит, представляете, если у вас это получится. Спасибо за внимание. И это было до дня на кляхе. АПЛОДИСМЕНТЫ